Да, вот в России правовая неопределенность. Ну да, так и есть, конечно. В условиях правовой неопределенности за противоправное действие наступает ответственность, либо не наступает ответственность, либо происходит награждение. Ну вот она такая правовая неопределенность. То есть никто не знает, и никто, те, кто, так сказать, вне всего этого супа, всей этой каши, они не знают, что будет. Но те, кто внутри, они знают, что будет. На самом деле правовой неопределенности нет, это фикция. И даже когда нарушается закон, преступники все знают, в каком случае они будут наказаны, а в каком случае они не будут наказаны, в каком случае они будут награждены. Ну как, они не на сто процентов знают, то есть бьют какие-то группировки между собой. Победила одна, накажут этих. Победила эта, накажут тех. В этом суть правовой неопределенности. Только неискушенный в подобных делах человек не предвидит последствия. Те, кто там, как, при делах, они все прекрасно понимают. Даже при аномии всегда можно просчитать результат. Что такое аномия? Это состояние общества, когда никто якобы не знает, какой будет результат. Что в результате сработает. Законный сработает. Телефонное или право сработает. Взятки сработают. Никто не знает. Да, то есть вот идет конкуренция такая. Ну на самом деле очень легко просчитать. Очень легко. И вот про вызовы. Также меня спрашивают по поводу того, что, вернее не спрашивают, а вызов, это же вот то, чем он занимался. Первоначальное накопление капитала было. Ну и такие там, чубайсы все. Вот что я по этому поводу могу сказать. Первоначальное накопление капитала при капитализме, да, в том, когда он развивался из феодализма, характеризовался новаторством, да, трудом, лошадином, да, ну и нередко преступлением. А перевод средств из государственного сектора СССР в карман конкретных, обызовых, там, я не знаю, чубайсов и прочих, прочих, это обычный грабеж. Никакого новаторства там точно не было. Обызов такие, как он, то есть вот мы их сейчас называем люмпин, буржуазии. Что значит люмпин? Это лохмотья. То есть были с голой жопой, блядь, вдруг стали миллиардерами. Вот это люмпин, буржуазии. Привыкли они к тому, что государство – это их криминальный партнер. Так, поймите, вот эти обызовы, они воспринимают государство, как криминального партнера. Да, и, ну, они думают, что всегда представители государства, ну, не всегда, а должны представители государства действовать в их интересах. Ну, помните, да, там, этот обызов послал, там, когда был чуть ли не 18-летним пацаном, да, смог послать московский ОМОН наводить порядок в Тольятти. Понятно, что это не он сделал. Понятно, что он был подставной фигурой. Понятно, что через него действовали какие-то представители МВД, которые тогда деньги крали себе, клали себе на карманы. Это была коррупция, да. Поэтому такие люди, как обызов, становясь частью государственной машины, да, они работу государственной машины направляют только в свою пользу. И они думают, что это так и надо, так она и должна работать в твою пользу. Для этого ты и стал там министром, блядь, чтобы работать, чтобы работало это все на тебя. Они несознательно подавляют неимущие классы. Они это делают опосредованно, то есть с косвенным умыслом действуют только в своих интересах. Но это не значит, что государство всегда случайно подавляет неимущие классы. То есть вот такие они могут случайно подавлять. Но государство все, как система, подавляет это сознательно. То есть это деятельность государства, это сознательное поведение, это сущность государства, его главная цель – подавление. Поэтому не надо заблуждаться, что один там случайно подавляет, другой подавляет, третий из-за своей жадности там и так далее. Нет. И вот я записал для себя ремарок несколько. Государство – лучший помощник для того, кто избрал способ присвоения соответствующей действующей эпохи. Если способ присвоения не соответствует действующей эпохе, государство будет врагом или временным союзником, как в случае с Абызовым, когда неофеодализм действует иначе, чем феодальные отношения. Да, неофеодализм, он все-таки в рамках капитализма был воссоздан. Ибо все это происходит в эпоху умирающего капитализма, а феодальные отношения – это эхо прошлого. Почему Путин не может законом ввести феодальные отношения? Хотя такие попытки были. Закон Ротенбергов и так далее. Потому что раньше российское общество уже пережило эту стадию и находится в капитализме. И уход в феодализм будет воспринят или воспринимается в штыки хотя бы той частью правящего класса и нарождающейся той частью общества, которая от каталистического способа присвоения получает гораздо больше, чем от феодального. Старая эпоха проигрывает, всегда проигрывает новому. Так устроено человечество. Вот, кстати, хороший пример хочу привести, что Олегра, который я в 90-м году организовал, это тоже пример неофеодализма. Это такая дружина, да, у князя, да, я, то есть, правил безразделие и мог нарушать законы или не нарушать, это уже по своему произволу. И этот неофеодализм придумал не Путин. Вот очень часто всякие либералы рассказывают, что неофеодализм Путин придумал. Нет, это Чубайс придумал со всеми своими приватизациями и так далее. Вся вот эта мразь псевдолиберальная, они придумали неофеодализм. Они подумали, что можно идти назад, а не вперед. Они в капитализм все звали. А в Советском Союзе был госкапитализм. Его надо было просто развивать, как Китай, идти дальше в киберализм. То есть, это один из двух вариантов будущего. Развивать госкапитализм или уйти в неофеодализм назад. Китай выбрал первое, развивать киберализм. Ну, госкапитализм и уйти в киберализм. Россия выбрала второе. И сейчас та же самая картина, чтобы вы поняли. Китай развивает киберализм, новую общественно-экономическую формацию, а США и Европа – неокапитализм. То, что у них сейчас есть, это не капитализм уже, это неокапитализм. Потому что он находится в рамках тех производительных сил, которые уже от новой формации. А производственные отношения они хотят сохранить старые. Субтитры создавал DimaTorzok